74 вопрос, пожалуйста. Уважаемая Альтина Ивановна, уважаемые коллеги, Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на предотвращение жестокого обращения с животными. Федеральный закон предусматривает использование охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и способов охоты, соответствующих требованиям гуманностей и предотвращения жестокого обращения с животными, в том числе при подготовке, обучении или дрессировке собак охотничьих пород и ловчих птиц. Федеральный закон наделяет органы государственной власти Российской Федерации полномочием утверждать порядок содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или в искусственно созданной среде обитания, в том числе требования к содержанию и разведению охотничьих ресурсов с использованием объектов охотничьей инфраструктуры. Федеральный закон устанавливает требования к подготовке и обучению дрессировки собак охотничьих пород и ловчих птиц, не допускающих жестокого обращения с животными, в том числе причинения им физического вреда. Федеральный закон также определяет условия использования объектов охотничьей инфраструктуры в целях подготовки и обучения собак охотничьих пород и ловчих птиц. Могу отметить при этом, что при рассмотрении закона на здании комитета были авторы законопроекции. И была очень непростая, я бы сказал, даже бурная дискуссия по обсуждению этого закона. Но в итоге комитет проголосовал за 12, двое воздержались, двое против. Поэтому комитет рекомендует Совету Федерации одобрить данный федеральный закон. Спасибо. Степан Михайлович, Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы уже обозначили, что закон очень дискуссионный, профессиональное сообщество к нему относится резко негативно. От себя добавлю, что стояли пикеты возле Госдумы и Совета Федерации, даже сегодня охотники протестовали. Но у меня вопрос чисто юридического характера. Предполагается, что оказание услугу подготовки обучения животных возможно только в отношении собак охотничьих пород. При этом, согласно действующему законодательству, в частности, приказу Минприроды, что такое охотничья порода не определено. Вот я цитирую, в правилах охоты написано, что к собакам охотничьих пород относятся собаки, используемые при осуществлении охоты. Таким образом, эта норма не будет работать или нужно его доработать, что-то доурегулировать. Может быть, вообще, если есть дискуссии, имеет смысл все-таки поработать с профессиональным сообществом и снять те напряжения, которые даже на комитет выплеснулись? Спасибо. Антон Владимирович, Вы совершенно правы. У нас, в принципе, отсутствует такой закон, как закон о собаководстве. Поэтому, когда мы обсуждали этот закон на комитете, вместе с участием представителей Госдумы, которую возглавляла зампредседателя Госдумы Ольга Викторовна Тимофеева, есть договоренность о том, что будет разрабатываться закон о собаководстве, который позволит исключить все недоразумения в нашем законодательстве. Спасибо. Коллеги, вопросы исчерпаны. Переходим к выступлениям. Но, Степан Николаевич, Вы побудьте на трибуне. Мало ли, нужно будет что-то прокомментировать. Сергей Вячеславович Калашников, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы с юмором относимся ко многим веяниям, которые сейчас присутствуют на Западе. Это касается и политкорректности, и прав сексуальных меньшинств и прочего. Вот этот закон ведет нас по тому же самому пути. Любая мысль, доведенная до логического конца, даже очень гуманистическая, она становится абсурдной. Вот мы сейчас принимаем не просто закон, который не будет работать по многим причинам. Мы просто демонстрируем, что мы идем в том же тренде, скажем так, охраны прав сексуальных меньшинств и прочих таких законов. Ну, я думаю, собак не надо приравнивать к сексуальным меньшинствам. Или животных, никаких животных. Немножко разница есть. Спасибо. Убедительно. Да. Владимир Альбертович Лебедев, пожалуйста. Валентин Леонидович, можно уточниться, это до пяти минут ведь выступление? Выступление, по-моему, до трех. Председатель комитета по регламенту. По-моему, до трех, сейчас уточним быстро. Да я лучше начну тогда. Да. Охотничье хозяйство – это целая отрасль, которая предоставляет и потребляет огромное количество товаров и услуг. При мизерном финансировании переданных полномочий субъектам Российской Федерации, ведение охотничьего хозяйства – это единственный, реально существующий метод охраны и воспроизводства животного мира. Основная услуга, предоставляющая охотно-хозяйством – это охота. Эта услуга – это экономическая основа ведения охотничьего хозяйства. Для многих промысловиков и малочисленных народов – это способ жизни, если хотите, способ выживания. Охоты без собак не бывает. Собака не только помогает человеку в охоте, но и часто спасает жизнь охотнику. В Российской Федерации в год более 300 случаев нападения медведей на людей, более 10 случаев заканчиваются смертью человека. Охотники могут рассказать о тысячах случаев, когда собаки, которые ценой собственной жизни спасают людей, я не видел загрызанного кабана собаками или медведя, а вот наоборот сколько угодно. Этот закон, по сути, вводит запрет на реальную подготовку собак к охоте. Как можно идти на охоту с неподготовленной собакой? Авторы хотели отрегулировать притравочные станции, а запретили подготовку спаниелей, гончих, легавых, лаек, борзых. Но самое губительное последствие принятия данного закона – это ликвидация российского охотничьего запаководства. Поскольку выявление лучших породных качеств у собак по российским международным правилам, подчеркиваю, международным правилам, происходит при контакте со зверем. Собака должна показать навык и умение, и мастерство при сопротивлении со зверем. Далее собаке. На основании рабочих качеств присваиваются дипломы. При суммировании оценки внешнего вида собаки-экстерьера и оценок ее рабочих качеств собаке присваивается класс, где высшей оценкой является элита. Внешний вид и оценка рабочих качеств – это неразрывная часть одного целого. Лучшие собаки используются для воспроизводства. Именно так, десятилетиями, а может и столетиями, кропотливой работы наших предков выводились линии, которые не дают потерять породу собак. Я понимаю, что разработчики закона этого не знали, поскольку к его разработке ни охотничья наука, ни экспертное сообщество, ни регионы не привлекались. Этот закон можно сравнить с электоральными и секторальными санкциями более чем 5-ти миллионных армии людей, причем хорошего, добротного народа. Причем не тех, кто тешит себя забавами, а, как говорят разработчики, а мужика в фуфайке и ушанках, для которых работа – это жизнь. Закон сырой, непродуманный, противоречивый, принятый в попыхах. Я лично буду голосовать против данного закона. Спасибо. Спасибо. Вы уложились, я точно была права. Три минуты, коллеги, для выступлений по обсуждению законов. Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Но я только хочу еще раз сказать, что профессиональное сообщество резко против. Уважаемая Валентина Ивановна многократно отчитывала людей в правительственной ложе за то, что, принимая отдельные инициативы, они не советовались с профессиональным сообществом. О компетенции депутатов я в очередной раз некоторых подчеркиваю. В Государственной Думе очень много профессионалов, которые вызывают восхищение в экспертной среде. Но есть и товарищи, которые в том числе были на последнем пленарном заседании, которые, обсуждая мессенджеры, не понимали, что бывают мессенджеры, не привязанные к сим-карте. Они закон целый написали. Сегодня вот мы общаемся с вами с инициативой депутатов, которые, видимо, никакое отношение не имеют к кинологии и к охотничьей профессии. Но, тем не менее, закон написан, и мы его рассматриваем. Если уж даже, так сказать, уважаемый докладчик говорит, что придется потом его править, ну так зачем же принимать то, что потом нужно править? Может быть, мы просто, так сказать, никакой спешности в этом нет. Может быть, мы возьмем какой-то небольшой промежуток времени, ну не знаю, месяц на то, чтобы доработать. Возможно, провести парламентские слушания, пригласить профессиональное сообщество к обсуждению. И примем взвешенный нормативный акт законодательный, за который нам скажут спасибо, а не будут, так сказать, чертыхаться. У нас и так уже, так сказать, к сожалению, парламент в широком смысле большого уважения этого населения не вызывает. У нас слово депутат звучит скорее ругательно в отношении подавляющего большинства представителей регионов. Не любят нас люди, но, может быть, мы не будем давать поводов для этого, коллеги. Если и в комитете дискуссия, так сказать, жесточайшая, и профессиональное сообщество против, и экспертная среда, так сказать, не возражает против законопроекта, давайте учтем эти все нюансы, сейчас согласительную комиссию создадим и сделаем зрелый, выношенный законопроект, за который не будет стыдно. Спасибо, я буду голосовать против. Спасибо. Я, во-первых, не говорил, что мы его будем дорабатывать. Вы где-то в другом месте это слышали. Я хочу сказать другое, что на заседании комитета, когда мы рассматривали, мы действительно довольно бурно его обсуждали, но в итоге пришли к выводу, что закон может быть принят именно в таком виде. Но тут же мы договорились с авторами законопроекта о том, что будем его мониторить, и по итогам нашего мониторинга уже будем тогда думать, править его или оставить в том виде. Спасибо. Ольга Фёдоровна Коветиди, пожалуйста. Спасибо. Ну, знаете, нам нужно, наверное, как-то отказываться от этой пагубной привычки о том, что мы сначала принимаем закон, а потом создаём такую красивую иллюзию, мы его промониторим и подправим. Нет. Принимая этот закон, мы с вами вне правового поля поставим целую отрасль. У нас есть свои традиции. У нас сегодня есть наша русская охота. И если мы уничтожим её, это начало уничтожения целой отрасли. Есть вопросы сегодня к притравочным станциям. У нас их 4 тысячи. Пожалуйста, давайте мы их подправим. Но сегодня принимать такой закон, это значит уничтожить целую отрасль. Я буду голосовать категорически против. Спасибо. Эльдус Толгатович Ахмедзянов. Спасибо, Валентина Ивановна. В поддержку слов Вадима Арберчика хочу добавить, что профессиональный охотно-сообщество, так же, как и правительство Республики Татарстана, озабочено предложенным законопроектом. Есть убедительная просьба действительно этот законопроект пока отложить в такой форме, в которой его предлагается. Спасибо. Сергей Фёдорович Лисовский. Эльдина Ивановна, уважаемые коллеги, наше охотничное общество Курганской области, более 10 тысяч членов, тоже просили меня не поддерживать данный закон. Более того, он принят такой спешке, что хотя является предметом совместного ведения с регионами и Российской Федерацией, этот закон не был разослан в регионы и не получил оценки региональных задательных собраний. Спасибо. Спасибо. Коллеги, у нас прошло хорошее такое обсуждение данного закона, и каждый из выступавших прав, у него своя точка зрения, своё ведение. В чём проблема? Первое, этот закон обсуждается уже год. И противоречие между защитниками животных, которые заботятся о гуманном отношении к животным, и со стороны охотничьего сообщества, которые тоже правы в постановке вопроса. И Государственная Дума, правительство в этом участвовало. Прошло много дискуссий, много обсуждений. Он многократно откладывался, этот закон. И в конечном счёте все пришли к выводу, что необходим некий компромисс. Вот нет сегодня идеального решения, которое бы устроило защитников животных, озабоченных гуманитарной ситуацией, и охотников, которые, как здесь говорили, это целая отрасль сообщества людей, которые выступают против тех мер. Ведь вначале в законе были меры вообще запрещения этих притравочных станций и так далее. Потом в результате обсуждений, дискуссий, советов с профессиональным сообществом, поверьте, был найден некий компромисс. Сохранение притравочных этих станций, они специалисты могут что-то не так сказать, но на расстоянии, с сетками и так далее. Таким образом, политика – это вся искусство возможного. Вот в данном случае это искусство возможного. Ни в одну, ни в другую сторону больше двинуться нельзя. Иначе будут, как митинговали у Думы, одни спали, ночевали, не уходили, требуя скорейшего принятия закона о защите животных. Так теперь могут ночевать охотники, благо у них тоже есть опыт у Думы или у сайта Федерации, требуя сохранить тот опыт, который был ранее в этой сфере. Вот что нам делать? Отложить закон? Значит, и те, коллеги, ну подождите, а кто будет доволен? У нас профессиональное охотничество, я с уважением к ним отношусь, оно более мощное с точки зрения лоббирования своих интересов, более финансово мощное, более организованное. Это люди, которые там всю жизнь этим занимаются. Но кто скажет, вот вторая, может быть, большая часть общества, которое выступает за гуманное отношение к животным, против насилия против животных, они не имеют такого мощного лоббистского ресурса, но они против этого. Можно бесконечно долго обсуждать этот закон и дальше, безусловно. Но где гарантии того, кто предложит иной компромисс, который успокоит общество? Я понимаю озабоченности, которые здесь были высказаны. Может быть, все-таки пойти по пути в данном случае принятия этого компромиссного закона и далее вообще внести изменения в целый ряд законных законодательства? Что такое охотничьи собаки? И может быть, там уже поработать с профессиональным сообществом, подготовить профессиональные меры? Поверьте, этот вопрос рассматривался в правительстве неоднократно, в администрации президента неоднократно, Дума многократно рассматривала. Поэтому я бы считала, что надо бы на этом этапе поддержать этот закон, но продолжить работу и Совету Федерации внести тот вариант, который будет еще более компромиссным и более приемлемым, но балансирующим интересы разные в этой сфере. Коллеги, иначе, ну отклонить легко, а дальше то, что вообще не будет никакого регулирования. И протесты, и возражения граждан. Настаивают на продолжение обсуждения. Пожалуйста, Владимир Анатольевич Лебедев. Уважаемая Валентина Ивановна, я просто всем людям скажу, чтобы вас, наверное, вели в заблуждение. Я сейчас скажу, в чем проблема. И всех прошу послушать. Значит, тогда ввели в заблуждение правительство Российской Федерации, администрацию президента, те, которые внимательно, ГПУ и другие, которые внимательно рассматривали этот законопроект и посчитали, что в таком виде на этом этапе его можно принимать. Пожалуйста, Владимир Анатольевич. Я не про это. Значит, когда весной не прошел закон о гуманном отношении животных, к нему было очень много вопросов, постановлением Госдумы была создана рабочая группа, в которую я вошел. И эта рабочая группа работала до октября месяца под эгидой Минприроды. У меня есть протокол Минприроды, где была согласована формулировка, которая устраивала всех. От Государственной Думы в этих совещаниях участвовал господин Панов Владимир Александрович, зампредседателя комитета. И мы согласовали формулировку. Вдруг, вдруг появляется закон, который вносится в инициативная группа Госдумы, точь в точь, который подготовил Минприроды, но выкинутая формулировка, которая как раз касалась подготовки охотничьих собак. И вдруг этот закон пошел, и Минприроды свой закон внесло в правительство. Оно внесло, и он есть. Вдруг появляется абсолютно этот же закон с этими же формулировками, но изменена одна формулировка, которая поменяла суть. И никто не успел на эту ситуацию отреагировать. И дальше все понесло. Почему вы не отстояли, Владимир Александрович? Почему не бились? Я бы... Я отстоял. Если вы член рабочей группы, значит вы несете ответственность за результат. Рабочая группа приняла нормальную формулировку. А дальше? А дальше этот закон пошел в правительство, но Госдума свой закон внесла, а не тот, а не правительственный. Но правительство дало положительное заключение на данную последнюю редакцию закона. Андрей Владимирович это подтвердит. Есть положительное заключение правительства на данную редакцию закона. Так, Вячеслав Анатольевич Штыров. Вы тоже охотник? Сразу признавайтесь все. Калитесь. А вот тут-то, Валентина Ивановна, значит и заключается суть дела. Дело же не в развлечении. В охоте никак, в забаве и развлечении. А дело в том, что у нас во многих регионах Российской Федерации, прежде всего это касается Дальнего Востока и Крайнего Севера, охота является единственным источником существования людей, понимаете? Единственным источником, если ввести какие-то ограничения, да еще вы знаете, значит, какой у нас мощный административный аппарат в стране и сколько у нас всяких разных чиновников. Они остановят всю охоту, понимаешь, этой почвы для коррупции, этой почвы вообще для опасного положения, для коренных малочисленных народов в особенности. Как вы не поймете, что для одних это гламурное развлечение, а для других это вообще единственный источник для пропитания. Поэтому, если все вопросы не продуманы, зачем же мы принимаем такой закон? Тем более, что вы сами многие говорите, в том числе вы, Валентина Ивановна, что есть возможности компромиссов. Ну так давайте реализуем эти компромиссы, почему мы должны смотреть на это? А кроме того, с формальной точки зрения, я вам напомню, что неоднократно разные законы разабатывались с правительством, поступали в Государственную Думу, принимались, а мы с вами их отвергали. Разве это первый раз? Имеем полное право на это. Для этого и есть палата регионов, потому что у них, как бы, мы в большей степени понимаем суть происходящего. Поэтому надо голосовать против. Доработаем и примем первую квадрику с формулировками, которые всех устроят. А у вас есть такие формулировки? Есть, вот с Лебедевым. Ну если они разумные, ну как же могли их отвергнуть тогда? Ну вы не знаете, как это все бывает в спешке, когда по 90 законам принимается, а в Думе по 200. Хорошо. Так, коллеги, ну давайте завершать коротко. Александр Геннадьевич Шишкин. Уважаемый Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, очень спорный закон, непроработанный, точно принимать нельзя, это мое глубокое мнение. Валентина Ивановна, охотпользователь, не просто охотник, а охотпользователь, который имеет охотхозяйство, который этим очень хорошо знает эту систему, как она работает. Я считаю, мало того, что мы загоним в правовое поле всех наших охотников и охотпользователей. И плюс еще хотелось бы сказать в этой ситуации, Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, у нас есть закон об охоте. Он, суть закона такова, нас обязали, а прав не дали. Мы не можем бороться ни с браконьерами, ни с чем подобным. Вот на частных примерах могу даже... Коллеги, этот закон не об этом. Никто не ограничивает охоту. Этот закон не о том, чтобы права, полномочия, запрет. Этого ничего нет в законе. Наверное, Александр Гавлович, вы правы, по сути, может быть, нужно нам вернуться к такому закону подготовить, но не об этом закон. Так, коллеги, а разработчики есть у нас закона? Да, пожалуйста, представьтесь и вам слово. Включите микрофон. Встаньте к микрофону. А вот микрофон есть стоя. Встаньте, пожалуйста. Вот, вот там. Представьтесь и доложите нам. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, Бурматов Владимир Владимирович, один из авторов этого законопроекта. Здесь у нас целая группа депутатов Государственной Думы работала над этим законопроектом. Я над ним работал как представитель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы. Но, честно говоря, впечатление от дискуссии и от той, которая состоялась вчера на комитете, мы в ней тоже принимали участие, и от той, которая идет сейчас, в том, что этот законопроект как будто запрещает охотничью деятельность, но он не запрещает охотничью деятельность. Как будто он запрещает притравочные станции, но он не запрещает притравочные станции. Единственное ограничение в этом законе – это на непосредственный физический контакт между собаками и дикими животными, находящимися на притравочных станциях. Значит, уважаемые коллеги, я вам докладываю, что помимо России не осталось развитых стран, где физический контакт бы существовал. 70 стран. 70 стран. Коллеги, ну давайте выслушаем. Я вас внимательно слушал, хотя неточности, которые здесь допускались, причем, на мой взгляд, таких серьезных неточностей, было озвучено немало. 70 стран используют методы бесконтактной притравки, которые, собственно, предлагаются этим законопроектом. Более того, мы с вами последовательно идем по пути гуманизации законодательства в отношении животных. Мы с вами не так давно приняли ужесточение в статью 245 Уголовного кодекса, которая запрещает жестокое отношение с животными. Но то, что сегодня происходит на притравочных станциях… Коллеги, пожалуйста, потише, ну давайте выслушаем. Мы же хотим принять решение правильное. Давайте выслушаем коллегу Бурматову, пожалуйста. Но то, что сегодня происходит на притравочных станциях, это действительно жестокое обращение с животными. Во-первых, сегодня все притравочные станции, практически без исключения, находятся в абсолютно серой зоне. Никто нам не назвал даже точной численности их. Варьируются цифры от 150 до 2000. Где находятся эти притравочные станции? Туда не могут зайти надзорные ведомства. Это абсолютно серая зона. Законопроект по большей части посвящен регулированию деятельности притравочных станций. Для того, чтобы вывести эту сферу исключительно в охот хозяйства. Для того, чтобы туда могли зайти санитарные службы. Для того, чтобы туда могли зайти надзорные ведомства. Для того, чтобы элементарно эти люди, занимающиеся этим бизнесом, платили налоги. Сейчас, еще раз повторюсь, это все находится в серой зоне. Методы бесконтактной притравки существуют в 70 странах мира. Они опробованы, они разработаны. И я вам могу сказать, что не менее жаркое обсуждение этого законопроекта было и с профессиональным сообществом, в том числе и с думским профессиональным сообществом. Потому что в Государственной Думе не меньше охотников, чем в Совете Федерации. Но при этом законопроект не только был одобрен администрацией, правительством Российской Федерации. Он единогласно был поддержан Государственной Думой. Там против проголосовал, по-моему, два или три человека. Поэтому, коллеги, я очень вас прошу, не надо подменять понятия. Законопроект не ограничивает охоту. Законопроект не запрещает бесконтактные методы ведения притравки. Законопроект никак не бьет по собаководству. Законопроект посвящен гуманному отношению с животными. И исключает единственные методы физического контакта между дикими животными, которые сейчас в абсолютно безобразных условиях содержатся на этих притравочных станциях. Поэтому, убедительно прошу... Коллеги, потише. Пожалуйста. Да, Владимир Владимирович, пожалуйста. Включите Бурматову на микрофон. Владимир Владимирович, спасибо. Спасибо. Ваш регламент и все благодарю вас. Сергей Герасимович, митин, пожалуйста. Мы, Валентин Иван, уважаемые коллеги. Наверное, уже мы второй день об этом законе разговариваем. Безусловно, вот мы вчера на комитете очень внимательно рассматривали его. Безусловно, там есть положительные моменты, которые определяют об этих притравочных станциях. И раньше этого законодательства не было. Весь спор вокруг одного вопроса, вот этой бесконтактной дрессировки собак, который, безусловно, разработчиком закона внесён некорректно. Сейчас у нас задача одна. Или мы договариваемся, изменяем этот пункт, потому что он совершенно неприемлем для нашей страны. Вот эти доводы о 70 странах, где никогда ни медведя, ни кабаны не водились, никаких там притравок нет. Они просто-напросто беспочвенные и не приходят, и непригодны для нашей страны. Или нам всё-таки надо договориться совершенно чётко с разработчиками? Ведь что нас волнует? Вы понимаете, общество разбито сегодня. Дома государственная, в большинстве своём 402 человека проголосовало за этот закон. Что это? Или непонимание этих людей, или всё-таки твёрдая уверенность? Мы должны тоже отнестись достаточно корректно своим коллегам. 402 человека проголосовало за этот закон. Вчера мы на комитете приняли всё-таки компромиссное решение, приняв этот закон, отнести ещё отдельно этот пункт, рассмотреть его очень внимательно в размере с согласительной комиссией. Вот предложил ли бы такой вариант сегодня, не разбивать общество на две части, принять этот закон с непременным участием в пересмотре этого пункта в первом же полугодии 2018 года? Спасибо. Так, коллеги, потише. Ну, много желающих. Покороче, пожалуйста. Алексей Николаевич Кондратенко. Уважаемая Валентина Ивановна, по большому счёту, первая часть закона, она регулирует деятельность притравочных станций и всё, что необходимо там сделать, чтобы не было этих безобразий, тех преступлений, если они там есть. Эта сфера была не отрегулирована. Она в первой части закона прописана, где можно за них, кто имеет право этим заниматься, где их организовать. Должен подзаконный акт быть, там, ветеринары. То есть, она будет отрегулирована. Но вот этот пункт, он просто исключает, то есть, с водой ребёнка выплеснули. Это отрицательно повлияет на подготовку собак, охотничек, на племенную работу в охотничьем собаководстве. Поэтому и вернуть этот пункт, ну, реально, вот сейчас сделать, а через три месяца вернуть, вот это такое узкое специфическое направление, но это будет невозможно. Но работа, ну, вред будет нанесён. Если есть законотворчество, вот не навреди. Вот этот закон, он вредит. Он навредит, и потом исправить будет тяжело. Спасибо. Спасибо. Светлана Петровна Горячева, пожалуйста. Уважаемый Валентин Иванович, уважаемые коллеги, я, конечно, не охотник, и даже учиться не собираюсь быть охотником. Но что хочу сказать. Вообще, у нас регламент один для всех. Глубоко уважая представителя Государственной Думы, я думаю, что свыше трёх минут ему не надо было бы говорить. Нам уже понятно, откуда тут ветры дуют. Второе, что мне хотелось бы сказать. Вот вопрос по поводу там притравочных станций, собак и всего. Ну, может быть, это вообще нужно было отрегулировать специалистам под законными правовыми актами и той же вид службы. Чего тут мы вот, понимаете, над нами смеяться скоро будут, чем мы тут занимаемся-то. И третье, что я хочу сказать. Ну, чтобы нам уже в конфликт не уходить с Госдумой, шибко, чересчур, давайте создадим формально по закону мы вот это, согласительную комиссию. Пусть посидят депутаты Госдумы, мы члены Совета Федерации, вот, и поработать над той вот формулировкой, той спорной статьи, которая у всех вызывает тут неприятие. Может быть, таким образом мы найдем тогда, ну, разумное решение. Спасибо. Спасибо, Александр Владимирович Вайнберг. И заканчиваем, коллеги. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, есть спортивное самбо, есть боевое самбо. Охота – это вообще боевое самбо, где нужен контакт. И поэтому, уважая решение представителей Госдумы, которые инициировали этот закон, я за то, чтобы создать согласительную комиссию и продолжить эту работу, и не принимать сегодня этот закон в таком виде, в котором нам его предложили. Спасибо большое за внимание. Я все жду, когда же кто-то из защитников животных слово возьмет. Получается, что почти 100% охотники. А где защитники животных? Э, алло, давайте, просните. Так, коллеги, ну, Сергей Павлович, все, давайте и заканчиваем. Да, пожалуйста, Сергей Павлович. Вы говорите, где защитники? Как раз охотники являются защитниками. Вы никогда не были на охоте и не видели, что нету того охотника, когда собака подбежала, он ее расцеловал, потому что она приносит ему добычу, счастья, удачу. А здесь, как Бурматов рассказывает о том, что во многих странах уже происходит такая практика. Я от Алятки, всю Южную Америку, Северную Америку, Африку, что там у нас есть? Зря я вам, Сергей Павлович, слово дала. Все объехали. Везде такого безобразия нет. Без контакта и на таскать зверя. То есть на зверя собаку. Это чепуха полная. Спасибо. Извините, спасибо. Спасибо, Сергей Павлович. Антон Владимирович, ну вы уже высказали. Еще что-то хотите? Поведение только, пожалуйста. Поведение, уважаемый Антон Иванович. Я попросил бы все-таки, было мое предложение поставить, просил бы его на голосование, отклонить законопроект создания согласительной комиссии. Но я хочу сказать, что вы хотели услышать защитника животных Антон Иванович. Вот я один из них. И напомню, что на позапрошлом заседании Совета Федерации как раз мы приняли закон о защите животных, который разрабатывал в том числе, вносил Олег Васильевич Шейн. Я тоже участвовал в его разработке. И вот та часть, которая протестовала, мы сделали для них серьезный шаг. И зал аплодировал, когда мы приняли этот закон о защите прав животных. Но то, о чем сейчас речь идет, это совершенно другое. Коллеги, позвольте мне подвести таким образом итоги. Первое. У нас два есть предложения. Одно предложение, которое внесено комитетом одобрить этот закон. И второе предложение, которое прозвучало из уст многих сенаторов, отклонить с созданием согласительной комиссии. Да. Рано хлопать еще. Неизвестно, как процесс пойдет. Поэтому, коллеги, давайте мы перейдем к голосованию. Значит, первое предложение – одобрить закон. Кто за то, чтобы одобрить, голосует за, то против того, чтобы одобрять, голосует против. Идет голосование, прошу голосовать. Документ номер 671. Идет голосование. Таким образом, решение не принято. Ставлю на голосование вопрос о том, чтобы… Создание согласительной комиссии. Ну, закон уже отклонен. Создать согласительную комиссию для доработки этого закона. Коллеги, кто за это предложение, прошу голосовать. Идет голосование. Решение принято. Таким образом, я попрошу Михаила Павловича до завершения внести состав согласительной комиссии со стороны Совета Федерации. И, пожалуйста, вступите в контакт с депутатами Государственной Думы для того, чтобы наладить процесс согласительной работы. Коллеги, минуточку, я попрошу внимания коллегу Лебедева и другим. Тогда, пожалуйста, в состав согласительной комиссии и дайте ту редакцию, которая бы была компромиссной и не вызвала протеста защитников животных. Найдите такой вариант. Теперь это ваша ответственность. Я надеюсь, что согласительная комиссия продуктивно поработает, и мы до конца января вернемся к рассмотрению этого закона. В случае, если не будет достигнуто согласие, право Думы преодолеть наше вето и внести напрямую президенту. Но, коллеги, давайте все-таки взаимно быть уважительны и попробуем найти компромиссное решение. Ответственным предлагаю определить коллегу Лебедева. И тогда мы посмотрим на ваши способности не только возражать, но конструктивно работать и найти конструктивное решение. Это будет тогда ваша персональная оценка. Нет возражений? Нет. Решение принято. Поехали дальше. Спасибо. Спасибо.